В школе номер 32 Комсомольска появилось современное оборудование для приготовления исключительно здоровой пищи. Так, Газпром, Трансгаз, Том заботятся о здоровье подрастающего поколения. Ведь кому-то из нынешних школьников, возможно, предстоит продолжить большое дело – реализацию восточной газовой программы. Она направлена на создание в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, единой системы добычи и транспортировки газа и газоснабжения. Алина Леонтьева подробнее. Сегодня в школе номер 32 на обед свекольник, тушеный картофель и салат. Меню каждый день разное, но всегда сбалансированное и, что важно, без обжарки. Здесь придерживаются принципов здорового питания учеников. Тот же самый параконный томат, он позволяет не жарить это мясо, не вырабатывать какие-то канцерогены, все готовить на пару. В современном духовом шкафу одновременно могут готовиться котлеты, рыба, запеканка и выпечка. При этом запахи не перемешаются. На завтраки и обеды для 450 школьников у поваров будет уходить намного меньше времени. Например, тефтели мы сразу 200, тефтели мы можем сразу сделать. Да, там 200 котлет. Да и мытье посуды теперь полностью автоматизировано. Полторы сотни тарелок и столько же стаканов до блеска очистит это машинам. Современную технику учебным заведениям компания «Газпром Трансгаз Томск» дарит с учетом потребностей конкретной школьной столовой. Мы несколько раз встречаемся на первоначальной стадии и учитывается, конечно же, пожелание руководителей школ. Кто-то просит пароконвектомат, кто-то посудомоечные машины большего объема. Программа модернизации столовых детских и школьных образовательных учреждений проводится «Газпром Трансгаз Томск» с 2008 года. Только за последние пять лет в Комсомольске-на-Амуре и еще в двух районах Хабаровского края новое столовое оборудование от газовиков Амурского линейного производственного управления получили семь школ и детских садов. Алина Леонтьева, Александр Горелов, Вести, Хабаровск.